У меня сегодня появился просто мой кумир. Что вы говорите? Сейчас его покажу, это будет любимица нашего народа. Ну, просто какой-то больной. Ну, реально больной человек. Да, диагноз явно подтверждается. Хватит позорить! Яки кончены! Да, господа, как не вспомнить слова старика Маркса, утверждавшего, что колыбелью Москвы была не суровая правда Киевской Руси, а кровавое болото монгольского рабства. В Госдуме предложили россиянам искать хорошие вещи в мусорках. Вот такая идея, давай. И эта ситуация, очевидно, становится все хуже, потому что под давлением курса, инфляция, обесценивание национальной валюты, падение реальных располагаемых доходов, к чему все это приведет, к социальному взрыву. Не переживайте, у вас все еще впереди! И эта болотная субстанция упрочилась в годы не менее кровавого рабства советского. Ну ты видела, да? Ну что скажешь? Мы так и живем. Ух ты! Молодцы! Наше будущее? Рабство, рабство уже не прикрыто. Не жили богато, нечего и начинать. Прекрасные слова Игоря Кахановского. Сначала били самых родовитых, потом стреляли самых работящих, затем в ряды бессмысленно убитых добавят миллионы немолчащих. Клиника, в другом не скажешь. Среди последних сплошь интеллигенты и поборники достоинства и чести, ненужные в работе инструменты для механизмов поголовной лести. Да, жестко у вас. Скажите спасибо, что пока так. В подручных, поощрая бесталанность, выискивала власть себе подобных. В средневековье шла тоталитарность, создав себе империю удобных. Твою ж мать! Послушных, нерадивых, молчаливых, готовых почитать вождем бездарность, изображать немыслимо счастливых по праву заслуживших легендарность. Мы будем вечно жить, как рабы, как крепостные. Держава, обессиленная в муках, еще не знала о проклятии сущем, не знала, что количество убитых откликнется ей качеством живущих. Как мы дошли до такой жизни? Это реально, да? Да, господи, и качество человеческого материала в сегодняшней путинской России поражает воображение. А я понимаю ваше разочарование. Но преодолевая, естественно, в этой ситуации брезгливости и презрения, ведем подробную летопись развала кровавой путинской империи. Вот это другое дело. Надо, брат, расслабиться. Да. Так что, господа, спешите ужаснуться, улыбнуться и трезво содрогнуться. А теперь послушайте одну поучительную историю. Участник СВО, осужденный ранее за убийство, пытки, лишение свободы и шантаж, женщин стал школьным учителем. И не вздумай изображать из себя вора в законе. Ты маленький человек, лапшок, шестерка. Прямо дичь какая-то. Как знать, как знать. И самое главное, никто не знает, чем это закончится. Помните, как алкоголич Медведев советовал учителям идти в бизнес, если денег нет? Помню. Помню, помню. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. По-видимому, все нормальные учителя ушли в бизнес. И теперь убийцы и насильники идут в учителя. Хорошая версия. Многое объясняет. Ну что, погнали в бездну? С 1 января 2025 года психические расстройства в России снова будут лечить электрошоком. Наконец-то дождались. Российских школьников будут учить рыть окопы и различать виды боевых ранений. Придется работать руками. Да. Комментаторы успокаивают. Если ваших детей учат рыть окопы, радуйтесь, что их не учат рыть могилы. Ой, не будем горевать, будем танцевать. Жители российского Дальнего Востока сообщают, что вернувшиеся со своего бойцы сбиваются в банды. Чем занимаемся-то, знаешь? Убийство, бандитизм, грабеж. Это тебе, брат, не фунт изюм. Они ставят на деньги тех, кто возвращается оттуда же безногим или безруким. Это что такое? Это правда. От первого до последнего слова. Так как инвалиды получают выплаты аж целых 3 миллиона. Так, ты мне должен двадцатку. Давай. А еще вдовь запугивают, которые за погибших мужей получают по 10-12 миллионов. А это доброе дело. Добрее не бывает. Их тоже ставят на счетчик. Отбор денег поставлен на поток. И это только верхушка ОПГ. Россия – страна возможностей. Но это же идиотизм. Масштабы этого преступления совершенно не описывают. И об этом очень мало знают. Министр Лавров заявил, что Запад собрал 50 стран под нацистскими знаменами против Российской Федерации в попытках ее развалить. Вот точно такой же мины, только меньше, но другой дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер Гюнтер Нессер. Но, слава богу, им противостоит коалиция сил, добра, демократии и прав человека. Ты, по-моему, перепутал. Кроме России в эту коалицию входят еще Зимбабве, Эритрея, Афганистан, Иран и Северная Корея. Пан Атаман, кони стоят пьяные. Хлопцы запряжены. Ну ладно. Такие парни нам нужны. Как же так? Вы же погибнете. Мы про такие вещи даже не думаем. В Перми начали воплотить за рождение ребенка от участника СВО. И опять патриотизм за деньги. В России прям такая истерика. Ну как же вы? Вы что ли? Вы дураки? Вы не понимаете цивилизация ваша погибнет. Вот эти вот ребята на фото, те, кто еще не помер, едут в Пермь знакомиться с молодыми девчонками с целью их обогащения. Жителям города просьба отнестись с пониманием. Путину надо поднимать демографию. Царь знает, что делает. Да. На Руси, слава богу. Дураков лет на сто припасено. Кстати, в том же Пермском крае женщинам, которые состоят в браке с участниками СВО и родили от него ребенка в 24-м году, выплатят аж 120 тысяч рублей. А женщинам, которые родили ребенка, нет участника СВО, не выплатят. Вот это то, что сейчас, на мой взгляд, является главным. Российский философ Шмелев что-то знал. Ну рассказывай, что там, как там. В Чехии, воевавшие на Донбассе за ДНР, белорус получил четыре с половиной года колонии. Интересно. Потом обжаловал решение суда и получил 21 год колонии. Просчитался? Но где? Запутанная история. Как это верно, Ватсон? Убил на сразу на СВО, а потом сразу в школу. На Сахалине перед школьниками выступает участник специальной военной операции экс-вагнеровец Артем Дельмурадов. Хорошо, но в чем же тут логика? Сейчас в России столько сидело и сидит, что мы теперь друг на друга натыкаемся. В 13-м году он убил отца своего знакомого, его сожительницу и ее мать, чтобы захапать 300 тысяч рублей. Хотел деньжат немножко по-легкому срубить. Дельмурадов получил за это 14 лет колонии. Из колонии прямиком отправился на СВО. Идиотизм какой-то. Теперь в школе Южно-Сахалинской выступает перед детьми с речью «Семья – это самое важное в жизни». Сумасшать! Да. Если русским предоставить выбрать себе предводителя, писал Михаил Евграфович Солтыков-Щедрин, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, чтобы вместе с ним убивать, грабить, насиловать, а впоследствии сваливать на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым. Как прикажешь это понимать? Здравствуйте, ваша тетя! В этом вся соль! Это правда, которая имеет полное фактическое подтверждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова